По цифровой безопасности я сделал уже очень много, в том числе по защищенным мессенджерам и сегодня на очереди Дельта Чат. Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Причем Дельта Чат не совсем обычный мессенджер. Он не имеет собственных серверов, а работает поверх электронной почты. Ну то есть можно сказать, что он отправляет почтовые сообщения с вашего почтового ящика. Просто они защищены сквозным шифрованием по умолчанию. А это гарантирует безопасность переписки. Вот так выглядит мессенджер. Он достаточно удобный, имеет мобильное приложение и десктопную версию, открытый исходный код. Я бы даже сказал больше, это свободное приложение. Ну и в силу того, что он работает поверх электронной почты, Дельта Чат децентрализован. Более того, заблокировать его весьма проблематично, поскольку для этого придется блокировать почтовые сервера, например, Google или Яндекс. Но в этом и его недостаток. Я специально показал его до установки, потому что установка может сильно подпортить вам впечатление от такого идеального мессенджера. А на Хабре писали, что это гениальное изобретение из-за своей простоты, имея в виду идею использовать почтовые сервера. Так вот, недостаток, сервера разные. Тут есть возможность ручной настройки, но это, я думаю, отпугнет 94% пользователей. Поэтому есть ряд популярных почтовых сервисов, которые вроде как уже настроены, но еще раз, сервера все разные. Например, при попытке вбить почту Gmail, Дельта Чат написал, что ничего не получится и надо проделать ряд дополнительных манипуляций. Там предлагалось три разных варианта, но самый простой и надежный, как они написали, это авторизоваться из мобильного приложения. Из мобильного приложения авторизоваться действительно получилось достаточно просто. Нужно ввести адрес и пароль от аккаунта. Что, конечно, вызывает ряд опасений. Но в поддержку Дельта Чат скажу, что настраивая Outlook вы тоже вводите пароль от ящика. Но Outlook проприетарное ПО и вообще непонятно, что там внутри происходит. Дельта Чат весь открыт, он в первую очередь про безопасность. В документации описаны все разрешения, которые запрашивает Дельта Чат и от каких можно отказаться. Ну то есть тут, как и везде, вопрос доверия. Но если вы не доверяете никому, можно завести отдельную почту специально под Дельта Чат. Ну в общем авторизовались с предупреждением, что будет расходоваться батарея. За два дня использования мне показалось, что не особо. Так, возвращаемся к десктопу и для того, чтобы проверить приложение, я создам еще один аккаунт. Ну то есть зарегистрируюсь на другой ящик. Заодно проверим, что происходит с почтой Яндекса. Нужно включить, говорит он, имап протокол. Ну то есть тоже без проблем зайти не удастся. Ну что же, пойдем включать. Это в настройках. Почтовые программы. И здесь разрешить доступ по протоколу имап. Причем Яндекс говорит, что это не совсем безопасно, но еще раз вы или доверяете Дельта Чат или нет. Третьего не дано. Все. Вводим пароль от Яндекс аккаунта и вау, заработало. Вау, потому что у кого-то не получается авторизоваться. Например, Сергей Смирнов, специалист по цифровой безопасности, который также тестировал это приложение, не смог с первого раза авторизоваться ни с помощью Яндекс почты, ни с помощью Mail.ru, ни с Gmail. Я имею ввиду десктопную версию. Собственно, я так долго рассказывал про запуск мессенджера, потому что это самая большая проблема, а дальше тут все как в обычном мессенджере. Ну в хорошем обычном мессенджере, который нацелен на безопасность. Новый Дельта Чат. Вводите любой адрес электронной почты или имя, если человек у вас уже в контактах Дельта Чат. Вот, например, Вова Ломов. И отправлять ему сообщение. Либо можно воспользоваться аутентификацией по QR-коду. Это хороший тон для защищенных мессенджеров. Рецепиент сканирует QR-код, и вы автоматически добавляетесь друг к другу в контакты. Причем как проверенные контакты с синей галочкой. А если вы отправите сообщение человеку, который у вас не в списке контактов, то оно придет запросы на добавление в контакты в Дельта Чат или просто как письмо на почту, если у получателя Дельта Чат не установлен. Вот так это выглядит при отправке из мобильного приложения. Ну и на этом сегодня все. Приложение простое, но в нем есть о чем рассказывать. Здесь есть группы, в том числе проверенные группы. Есть самоудаление сообщений. В общем, как мессенджер Дельта Чат хорош. Но по нему надо делать несколько скринкастов. Я посмотрю по вашей реакции, лайкам и количеству просмотров. Стоит ли эти несколько скринкастов делать? Что можно сказать в завершении. Идея хорошая, но если пользователям будут предлагать такие танцы с бубнами при авторизации, аудиторию мессенджера будет весьма скромной. Но будем надеяться, что разработчики как-то будут это дело развивать. Все, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok